Я вас приветствую, друзья! Сегодня видео для женщин, каким мужикам не надо давать, поэтому мужчин просьба это видео не смотреть. Все равно тут ничего не поймете в нашей тонкой женской душе и богатой внутренней натуре. Кстати, хочу сразу объявить, что серия эфиров с подробным разбором кейсов, каким мужчинам не надо давать, не надо связываться, как их распознавать и как от них бежать подальше, будет в моем женском клубе. Поэтому, кто мечтает не пропустить эти эфиры, пожалуйста, переходите по ссылке и регистрируйтесь в клуб. Итак, поехали! Каким мужчинам не надо давать? Первое, что нужно усвоить, это избегать мужчин, которые держат вас в напряжении. Это может быть связано с тем, что вы в любовном треугольнике, допустим, вы любовница, да? Или это может быть связано с какими-то особенностями характера мужчины. Проблема в том, что некоторые мужчины ведут себя в том, что провоцирует в вас конфликт близости и дистантости. Когда вы его со всей душой любите, а он в ответ от вас бежать. Когда вы ему душу открываете, а у него избегающий тип привязанности, и он куда-то там от вас спрячется, да? И это совершенно не про то, что вы там какая-то доминирующая, контролирующая, границы его бедного нарушаете, да? Он может просто интимофоб. И как бы вы со всей душой, да, со всем вашим жаром души, со всем вашим накопленным потенциалом выкладываться и отдаваться, к нему не открываетесь, не поворачиваетесь своим самым-самым нежным и уязвимым местечком, он все равно разворачивается и уходит. И здесь еще против вас играет очень частая неопределенность, да? Сказал одно, сделал другое. Больше всего женщин раздражает и меня раздражает, и вас раздражает. Ты когда сказал, что приду во столько-то, а пришел во столько-то, да? Ты завтра 8 марта, будут гости, приходи, пожалуйста, к 3 часам. Время 11 я ложусь спать, утром просыпаюсь, меня ждет букет, и мужчина, который пришел сейчас ночью, а что особенного-то он дела делал? Какие-таки дела 8 марта, ты про это знала, у тебя 7-го был выходной, не было никаких дел. Ну, деньги зарабатывал. Ну, деньги-то додавай, но я их еще не заработал, да? То есть, как бы он интеллектуализирует и рационализирует свои объяснения, вам от этого не легче. И с его точки зрения вы выглядите круглой дурой, у него же объяснение есть, и он не гулял, он вам не изменял, что вам надо, непонятно. Но у вас была ясная договоренность, что вы его ждали к обеду. Подарок вовремя, там, свои цветы несчастные на 8 марта, вы не получили. Объяснение у него неудовлетворительное. И это не важно, что он действительно на самом деле, может быть, где-то какие-то дела себе находил, да? А не был в гостях у женщины с вот такими ушами. И рассказывал я о том, как вот космические корабли боросят простор Вселенной. Важно то, что он воздержит напряжение своей необязательностью. Так и мало того, что он воздержит напряжение, он еще и за нее не извиняется. Он еще говорит, вы сама дура, у него были дела. Почему он должен отчитываться за дел? Ну, если дела, дела по-любому важнее, чем просто за столом сидеть, извините, штаны просиживать. Ну, вот здесь как бы проблема в объяснении, да? То есть он нарушает договоренности, но он не только на себя вину не берет, он еще и делает виноватый вас, понижая вам самооценку. Якобы вы дура набитая, не в состоянии понять простых вещей. То есть делает виноватый вас. Вот эта вот дистантность, вот эта близость, которая сталкивается с дистантностью в сочетании с необязательностью, вызывает у вас постоянное напряжение, тревогу, постоянную неопределенность, да? Неопределенность – это так тяжелый крест каждого человека. Мы все живем под неопределенностью. Вот сейчас идем, вот и кирпич упадет, и что, и все, и конец всей нашей жизни, да? Неопределенность – это такое вот испытание для каждого человека. Когда вы в отношениях получаете еще усиленную порцию неопределенности, то эти отношения превращаются просто в кошмар. И это может быть женатый человек, да, там всегда есть неопределенность. Жена сказала срочно встретиться, жена позвала, жена что-то подозревает, а там, ну, как бы, он вообще для себя живет. Там жена, не жена, жена у него удобный отмаз. Чего не спроси, все жена. Сам по себе человек, который вступает в любовные треугольники, заводит любовницу, он некоторым образом деструктивно патологизирован. Вы только представьте себе там годами в каких-то легендах жить, что-то сочинять, обманывать, изворачивать. Что это за человек? Да, естественно, у него есть определенная структура психики, которая позволяет ему быть таким. И он не тот, которым вы увидите, такой хороший лапочка, которого жена не принимает. И вот он вас вот этим вот напряжением, постоянным ожиданием постоянно держит и держит и держит в подвешенном состоянии. И вот это подвешенное состояние и порождает вот эту созависимость. Потому что вы постоянно качаетесь, у вас эмоции постоянно так вот буль-буль-буль-буль-буль-буль вибрирует, 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 вибрирует. И вы постоянно как бы высоким эмоциональным накалом, да, его ожидаете. И потом, в конечном итоге, вы сексуализируете этот высокий эмоциональный накал. То есть принимаете вот этот эмоциональный накал за любовь. Раз я так пострадала, раз я так ждала, раз мне так было надо, значит, мне, наверное, это действительно надо. Но, к счастью, почему вы стараетесь из этих отношений выйти, почему вы обращаетесь ко мне и говорите, Екатерина, помогите, вот запуталась, вот так и так. Дело в том, что вот эта постоянная тревога, постоянная неопределенность, постоянное ожидание работают против вашей базовой потребности в безопасности. Вы постоянно себя чувствуете в небезопасности, в этой неопределенности. И, слава богу, эти сигналы нужно распознавать, это очень хорошо, если вы додумались, да, что вы в отношениях, которые должны вам на самом деле закрывать все потребности, а у вас там базовая база не закрыта, вы там небезопасны, и поэтому вы там чувствуете себя нехорошо и ищете возможности, как от этого избавиться. Следующий момент – это конкуренция. В любовном треугольнике, если ваш избранник женат, конкуренция, ну это жена, а вы ее эту конкуренцию не выдерживаете. Вы только по минету победили, там жена борщами взяла. Вы только там это самое, польку-бабочку сплясали. Тут вот жена его детьми, значит, приманила. И вы всегда в этой конкуренции проигрываете. У таких специфичных мужчин, шизоидов, с отбегающим типом привязанности, конкуренция может быть чему угодно. Там друг детства позвонил. Отца не было, заместитель отца, какой-то там авторитетная для него фигура попросила у себя в квартире полочку прибить, в поликлинику маму-старушку свозить, там сдачи кого-то привезти, а то грязно, а у вас джип, а у него машина не пройдет и так далее. Да вы там хоть волосы себе на голове у себя вырвите, да, вырвите, да. Как бы следующий признак мужчины, с которым не нужно отношения, а не какие-то строки, это размытая система ценностей. Те, кто в старости будет стакан воды подносить, жена или заместитель, отца или друг детства. Этот заместитель отца и друг детства, ну что, квартиру завещает, когда будет умирать? Точно нет? Думаю, что нет, да, а что тогда мотаться? Вкладывать силы, энергию нужно в свою семью, нужно в своих близких. То есть ты заинтересован, вот теперь смотрите, когда четкая система ценностей, допустим, человек заинтересован в том, чтобы строить отношения, допустим, вот с этим человеком, да. Соответственно, просьбы этого человека будут приоритетны. Дела, которые общую ценность какие-то укрепляют, да, на общее семейное дело работают, они будут приоритетны. Да, если ты все время от них убегаешь, не знаешь, что для тебя важно, что для тебя второстепенное, значит, ты еще не дорослой семьи, ты еще недоросль. Вот от этих недорослей, девчонки, бежите подальше. Ну и, наконец, была бы не я, если бы не сказала о манипуляциях. Это сейчас такое любимое слово, сейчас все говорят манипуляции, манипуляции. Что же такое эти пресловутые манипуляции? Во-первых, успокойтесь, манипулируют все. Это стиль общения, который мы усваиваем из социума, из своих систем, из своих семей. Чуть больше, чуть меньше, более безобидно, менее безобидно. Проблема, когда ваш партнер всегда манипулирует, и вы всегда в дураках. Примеры. Допустим, давай сексом заниматься, ты что, моей смерти хочешь? В смысле? Это начинается, у меня был тяжелый день, у меня завтра тяжелый день, у меня температура. А если что, это пример диалога из моей собственной семьи, так мужчина мне отвечал обычно. Или, допустим, ты что мне не сказал, что у тебя есть дети от первого брака? Ты что, меня любить бы стало меньше? То есть вы про Фомон, про Юрюму, вы ему говорите, что, ну вообще-то важные такие вещи, они влияют на мой выбор партнера. Вообще, можно было бы об этом и сказать. А он вас, вашу самооценку опускает тем, что он вас упрекает. А ты докажи, что ты меня любишь. А ты докажи, что ты меня любишь со всеми тайнами, со всеми демонами, со всеми безднами моей души. Да, почему вы должны доказывать? Почему у вас нет паритетных открытых отношений? И то же самое будет всегда. То есть вы там ему говорите, дорогой, вот ты не мог бы вот немножечко там как-то, вот, да, он в ответ. Но если ты меня любишь, то ты все поймешь. Если ты меня любишь, то ты все простишь. Он все время давит на вашу любовь. Вы всегда должны подвинуться. Вы всегда должны уступить. Иначе вы не любите просто. Ну вот. А у него границы стоят четко. А к нему вот не подойти, даже на казене подъехать. Поэтому, девчонки, те, кто сейчас узнали в этих примерах своих партнеров, имейте в виду, что с ними в жизни будет трудно. Те, кто еще не узнал, приглашаю ко мне в клуб на эти лекции, которые мы с вами, которыми мы с вами проясним прямо кейсы. Те, кто еще не узнал, как и за мной.